Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Land Rover Discovery 3 2006 года выпуска Двигатель 2.7, турбодизель Полный привод, коробка, автомат Пробег на автомобиле 215 тысяч километров Решили снять и промыть радиатор охлаждения Добрый человек посоветовал, говорит, так как у вас EGR заглушен Идет перегрев выхлопных газов И на поршнях со временем появляются микротрещины Ну, и за собой уже тянут последствия Но, в принципе, у этих автомобилей и так рекомендовано Каждых два года для своей, как говорится, уверенности и безопасности Промывать радиаторы Смотрим как Снимаем, добираемся, вытаскиваем и продуваем Вернее, не продуваем, а промываем керхером Снимаем воздуховод КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok пару ударов против часовой стрелки все вентилятор пошел разъем разъединяем снимаем и откручиваем придерживаем вентилятор чтобы он не упал с этой стороны где воздуховод откручиваю саморез отвожу воздуховод в сторону по бокам защелки пластиковые с одной стороны отщелкиваю и с другой стороны отщелкиваю снизу у нас идут шланги на диффузоре скидываем их из диффузора уже вытаскиваем нижнюю часть диффузора наверх снимаем фиксаторы с двух сторон шланга хочу разобрать с меньшей проблем вот здесь от 2 фиксатора нажимаем и отодвигаем это крепление кронштейн под ним болт вот он который кондиционер у нас прикручивает также с другой стороны у нас вот под этим пыльником тоже болт кондиционера вот он снизу пыльник этот можно убрать сейчас мы его снимем снял три клипса снимаю эту накладочку можно уже будет добраться до этой накладки смотрим как она крепится крепится она вот клипса изнутри и вот она клипса изнутри она не предусмотрена чтоб ее снимали отсюда вот так как мне надо долезть я ее сниму а Возьму гибкий удлинитель и с помощью его откручу. С этой стороны его можно до конца не откручивать, там разрез на кронштейне, но я его полностью сниму. И также с этой стороны крепление радиатора кондиционера к основному. Задышал, смотрим где здесь у нас еще защелки, от защелок его отодвигаем. Также у нас вот этот радиатор гидроусилителя, он здесь на защелках сидит на основном радиаторе. Отводим в сторону. Сниму я еще и фару. Поднимаем вот эти фиксаторы. Снимаем разъем. И сниму бачок расширительный. Вот здесь хорошо сейчас снял заливную горловину на бачок омывателя. Вот два болта крепления расширительного бачка. Откручиваю их. И теперь хочу слить антифриз. Диффузор у нас снят. Вот он у нас болт. Я думаю, что это слив антифриза. Сейчас откручу его, поставлю тазик и пускай он стекает. А после этого уже скину, здесь вот он, на бачок идет шланг на расширитель. И снимаю вот этот шланг. И все, можно будет расширительный бачок снять. Гидроусилители я с него скинул, этот скинул. И дальше бачок мы уже вытащим. Снимаю хомут на расширительном бачке. Приподнимаем бачок и выдергиваем шланг. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Снизу снимаем разъем. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Откручиваем патрубок охлаждения коробки. Добавляем патрубок. Снимаю с обоих сторон вот эти пыльники. Здесь у нас 4 клипсы, 2 снизу и 2 сверху. С одной и со второй стороны. Здесь нам удобно будет открутить хомут от интеркулера на патрубок. И так же с этой стороны тоже. Продолжение следует... Раз снимаем радиатор, то снимем радиатор интеркулера и его тоже помоем. И внутри, и снаружи. Ну и откручиваем вот здесь у нас крепление к раме. Болт. 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 И такой же болт со второй стороны. Второй болт, если посмотреть, он блестит, видно. А откручивать его, когда бачок снят, удобно сверху. Вот он, головка на 13. Выкручиваем его и магнитом вытаскиваем. Болты я с обоих сторон снял. Радиатор кондиционера я приподнял. Он в сторону отошел. Все, у меня, получается, радиатор заходил. С интеркулера патрубок я снял. С этой стороны у нас уже ничего не держит. Вот он движется. А с этой стороны снимаю. Патрубок верхний с коробки. Нижний патрубок с коробки. Обратка. Охлаждение у нас. И здесь еще патрубок идет тоже на охлаждение. Его снимаем. И интеркулер. Все, мы вот эти четыре патрубка скидываем. Здесь сбоку радиатор, то есть трубки на радиатор кондиционера, которые идут. Болт здесь отсутствовал, его не было, поэтому я его не откручивал. Разъем у нас идет на бачок, и про него не забываем. И снял вот с этих держателей радиатор на гидроусилитель. Все, вроде бы так у нас основное все снято. И после патрубков у нас радиатор пойдет вверх. Вот видно, насколько грязный радиатор. Также хотел показать. Вот пыльник. Вот этот, который идет. Он с двух сторон в этом месте прикручен к радиатору. С одной стороны и со второй стороны. Откручиваем эти крепления, чтобы пыльник остался на месте. И все. Радиатор снял. Но так как у нас интеркулер широкий, вот видно, насколько он шире. Сейчас ставим радиатор кондиционера таким образом, чтобы он нам не мешал поднимать радиаторы вверх и вытаскивать. Но я уже показывать не буду, потому что здесь очень неудобно одной рукой камеру держать и другой рукой вытаскивать. Ну, сложного здесь уже ничего нет. Уже в целом все понятно. Не получается у меня снять радиатор вместе с интеркулером. Вот здесь вот снизу под сливной пробкой сбоку есть клипса длинная. Выдергиваем вот такой штифт и выдергиваем клипсу. Очень неудобно, но если постараться, вот такая клипса, она идет через радиатор, через ухо. С одной стороны и с другой стороны точно такая же. Выдергиваем их, и тогда у нас можно будет уже радиатор интеркулера выдернуть отдельно. Вот, снял вторую тоже. Очень хочется верить, что держится только на ней.